Хо-хоу! Это надо видеть! Что будет, если целый год есть одну только пиццу? Вот с таким сценарием на тему «Что если? Я готов смириться». Диета на пицце? Да легко! Но на самом деле, конечно, все не так радужно. Смотрите дальше, чтобы узнать, что случится с вашим организмом, если вы не будете есть ничего, кроме пиццы. Целый год! Но прежде чем мы вгрыземся в эту тему, не забудьте подписаться и позвонить в колокольчик, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне жизни. Итак, первый кусок пошел. Пицца стоит на четвертом месте самых желаемых продуктов по опросам потребителей. Каждый год в нашей стране продается более трех миллиардов коробок с пиццей, а количество кусочков пиццы, проданных за секунду, достигает трехсот пятидесяти штук. Но давайте сначала посмотрим на питательную ценность одного куска пиццы с сыром. Съедая кусок массой 60 граммов, вы потребляете примерно 168 калорий, в том числе 54 калории из жиров. Он содержит 9% от дневной нормы жиров и 14% от дневной нормы насыщенных жиров. Вы также получаете 5% от нормы холестерина и 14% от нормы натрия. Углеводы в одном куске пиццы составляют 7% от дневной нормы. А если брать большой кусок пепперони, то в нем уже 311 калорий. Ну и признаетесь честно, кто останавливается, съев всего один кусок этого тягучего счастья? Что-то не вижу лесорук. Были те, кто проводил довольно смелые эксперименты. Люди пытались есть только пиццу и ничего кроме пиццы 7 дней подряд. И хотя исследователи-любители никак не были связаны друг с другом и соблюдали свою диету независимо друг от друга, их отчеты звучат удивительно схоже. После первого дня диеты на пицце экспериментаторы чувствовали дискомфорт в животе. У некоторых даже возникала легкая резь. На утро второго дня многие исследователи отмечали, что их лица опухли, а руки немного отекли. К тому же им хотелось пить, а во рту сильно пересохло. Большинство пришло к печальному выводу, что дело в пицце, съеденной днем ранее. В течение дня несколько экспериментаторов страдали от своего первого приступа изжоги. Также их мучила неконтролируемая отрыжка. К вечеру многие стали чувствовать головокружение и вялость. Третий день начался еще хуже. Кто-то ощущал заторможенность, кто-то слабость и дезориентацию. Большинство экспериментаторов постоянно хотели пить и не могли утолить жажду водой. Жидкость просто застревала в организме и вызывала отек. Но куда большей проблемой стал запор. Некоторые исследователи не могли сходить в туалет все три дня, что ели только пиццу. Можете себе представить, как это было некомфортно. Кроме того, изжога, начавшаяся днем раньше, стала куда сильнее. На четвертый день многие экспериментаторы проснулись и обнаружили у себя на лице красные пятна. Им с трудом удавалось не заснуть в течение дня, а вечером они ушли спать раньше обычного в полном изнеможении. Некоторые исследователи говорили, что на пятый день эксперимента они ощутили, что их ум потерял свою остроту, а мысли путались. Лицо, ноги и ступни сильно отекли, глаза пересохли, да и в целом ощущения были странные. Большинство из них хотели спать и испытывали боли в животе. На шестой день ничего серьезно не изменилось. Однако те, кто решил сходить в спортзал, чувствовали себя слабыми и ни на что не способными. Помимо этого, они заметили значительное снижение выносливости и силы. На седьмой и последний день диеты на пицце почти все они пришли к неутешительному выводу – это не та пища, на которой можно долго прожить. Она отрицательно влияет на психологическое и физическое состояние. И вскоре вы начинаете скучать, внимание, по овощам. Вот что случается, если сузить свое меню до пиццы всего на одну неделю. А теперь представьте, что будет с вашим организмом через год. Но сначала давайте посмотрим, что с нами происходит, когда мы едим пиццу. Откусив свой первый кусочек, вы включаете центр удовольствия в мозгу. У вас выделяется слюна, по крайней мере, у многих. Вырабатывающие определенные пищеварительные ферменты. Они сразу начинают расщеплять углеводы из пиццы до сахаров. Эти сахара превращаются в энергию, которая позже будет питать организм. Через 10-15 минут сахар попадает в кровь. Хотя жир в пеппероне и сыре замедляет этот процесс. Если вы проглотили свой кусок слишком быстро, или у вас имеется чувствительность к глютену или сыру, то организм может ответить вам вздутием живота. Через 20 минут все поглощенные вами углеводы уже точно попали в кровь. Если клеткам не нужен дополнительный сахар, они могут его отвергнуть. Это может привести к повышенному сахару в крови. В конечном итоге это вызывает воспаление, то есть целый ряд проблем. От повреждения нервов и плохого кровообращения до сердечно-сосудистых заболеваний и инфекций. Но как бы там ни было, сахар из пиццы поступает в печень и превращается в жиры. Куда-то подевалась вся романтика диеты на пицце, правда? Но это еще не все. Через полчаса, после того, как вы съели свой кусок, организм перестает вырабатывать грелин – гормон голода. Вы чувствуете сытость и удовольствие, но желудок усердно работает, чтобы переварить ваш относительно тяжелый обед. Этот процесс поднимает уровень триглицеридов, то есть жиров в крови. К счастью, это временно, и если вы здоровы, то продлится всего 6 часов. В противном случае это может вызвать серьезные проблемы. Чем более жирной пищей вы питаетесь, тем выше ваш уровень триглицеридов. Их постоянно повышенный уровень вымещает полезный холестерин в крови и забивает артерии. В этом случае вы сталкиваетесь с риском инфаркта или инсульта. И это тоже еще не конец. Через 45-60 минут ваши сосуды могут начать терять эластичность из-за липких жиров, которые содержатся в пицце. Просвет сосудов сужается, а артериальное давление, естественно, повышается. Вам следует знать, что высокожирная диета – да, я про тебя, пицца – часто приводит к образованию тромбов. Поэтому лучше не злоупотреблять такими блюдами, если у вас есть предрасположенность к заболеваниям сердца. Через несколько часов после еды сахар в крови вернется в норму, но уровень триглицеридов останется чрезвычайно высоким. Поэтому гормон голода грелин может подтолкнуть вас на поиски того, что осталось. Так вот в чем дело. Лучше перекусите чем-нибудь полезным, пока этого не случилось. В целом один редкий кусочек пиццы пепперони вам не навредит. Он даже не повлияет на ваш вес. Но если вы оставите в своем рационе исключительно пиццу, то можете нанести своему здоровью непоправимый ущерб. Высокое давление, диабет, ожирение, устойчивость к инсулину и высокий холестерин могут стать нежелательными и опасными попутчиками во время такой диеты. С другой стороны, есть способы сделать это блюдо более полезным. Если вы возьмете пиццу и положите сверху щедрый слой овощей, то получите больше питательных веществ и витаминов. Например, томаты содержат мощный антиоксидант ликопин. Ученые нашли взаимосвязь между его употреблением и снижением риска некоторых видов рака. Кстати, ликопин также полезен для сосудов, сердца, костей и кожи. Что удивительно, приготовленные томаты даже полезнее, поскольку уровень ликопина в них выше, и организму легче усвоить этот антиоксидант. Другие овощи на пицце содержат клетчатку, которая предотвращает диабет, снижает уровень холестерина в крови и помогает пищеварению. Лук богат витамином С. Болгарский перец тоже содержит много витамина С, а также витамины В6 и А. Они укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, обмен веществ и зрение. Грибы содержат калий и рибофлавин. Эти элементы поддерживают здоровье центральной нервной системы. В оливках полно витамина Е, который предотвращает повреждения клеток, а также полифенолов, борющихся с воспалением, и мононенасыщенных жиров, которые увеличивают уровень полезного холестерина. А вкуснейший сыр на вашей пицце содержит кальций, витамин А и белок. И, наконец, тесто у пиццы отличается от хлебного. Его делают из высокобелковой муки. Как видите, если постоянно есть пиццу в течение целого года, ваше здоровье может серьезно пострадать, но угощаться ей время от времени никто не мешает. А еще лучше будет, если вы возьмете пиццу на тонком ржаном тесте без соусов и закажете ее в маленькой пиццерии, а не в большой сети фастфуда. Ну и совсем замечательно приготовить пиццу дома. Какая у вас любимая пицца? Расскажите в комментариях. Не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео с вашими друзьями, любителями пиццы и подписаться на наш канал, чтобы всегда оставаться на яркой стороне жизни.